Посылка, за которую уже вернули деньги, но которую я очень ждал. Несколько товаров от одного продавца. Смотрим, разбираемся. Поехали! Всем привет! Это просто посылка из Китая и ты об этом знаешь. Ребята, с этой посылкой была интересная история. По трек-номеру она ко мне ехала около, наверное, 70 дней. Продавец уже денежки за нее вернул, так как срок защиты заказа заканчивался. Что я вам рекомендую делать, если посылка неизвестно где. Она мне где-то застряла на таможне. В общем, сейчас доехала, все в порядке. Оценено это было в районе, по-моему, 10 или 15 долларов, может быть, и дешевле. Но, в общем, посылка должна быть интересная. Давайте откроем и посмотрим, что здесь у нас внутри находится. Сейчас новогодние праздники, скоро. Думаю, будет что интересного здесь посмотреть. Давайте начнем по порядку доставать. Здесь несколько товаров. Буду вам показывать. Вот такой вот у нас есть слоник. Слоник у нас это подставочка для телефона. Выполнен в таком вот формате. Пластиковая такая штучка, думаю, видели. Стоила реально там копейки. Ссылочки все будут в описании. Заказывалась на сайте Алиэкспресс. Переходите, смотрите. Это вот такая вот подставочка для вашего смартфона, телефона, чтобы можно было комфортно смотреть ваши фильмы в интернете, либо где-то еще, либо скачали и смотрите. Вот так вот вставляется все, вот так вращается, все удобно. Очень прочный пластик. Небольшая такая штучка, но удобная. Как на подарок тоже будет кому-то интересно подарить, либо себе пользоваться. Есть разные цвета. Переходите по ссылкам. Смотрите. Убираем в сторону нашего слона. Достаем дальше у нас... А вот еще есть и черный слон. Вот такие у нас два слона есть. Так, смотрим дальше, что у нас здесь есть. Есть вот такая штучка, вот такая и вот такая. Думаю, больше пока их тут нет. Сейчас посмотрим, с вами разберемся. Вот в таких вот пластиковых форматах пришло это все в пластиковых боксах. Как вы можете уже видеть по картинкам, здесь у нас серьги. Серьги у нас необычные, потому что они светятся. То есть они идут с лампочками. Сейчас посмотрим с вами, как это работает. Ну, пришло как бы неплохо. Вот различные варианты цветов есть. Не буду заморачиваться, читать, как это все называется. Просто откроем с вами и посмотрим. В таких боксах пришло, ребята, как флешки приходят. Знаете, может, кто заказывал, видели. Посылка шла очень долго. Не знаю, есть ли здесь батарейки и как это вообще работает. Сейчас заценим с вами, ребята. Ну, на картинках увидел. Думаю, такой товарчик может кому-то интересно. Вот там еще есть две такие вот заглушки. Ну и поближе посмотрим сами серьги. В таком формате они выполнены. Вот такой камешек. Камешек очень прикольный, блестящий. Как они должны работать. Батарейка вон есть там внутри. По сути сейчас будем разбираться, как они должны светиться и что это из себя представляет. Для того, чтобы просто у нас, получается, зажечь этот цветодиодик, нужно просто до конца закрыть вот эту застежечку. Если хотите, чтобы оно светилось, оно будет светиться. Если не хотите, можно просто отпустить. И просто будут обычные такие вот неплохие красивые серьги. Если вдруг хотите там где-то выделиться на вечеринке, или где-то еще, вот в таком формате оно будет. Сейчас с вами зажжем другую и посмотрим, как это выглядит. Вот так, ребята, есть разные цвета. Сейчас, не знаю, достану уже все. Посмотрим, какие цвета есть в других. По-быстренькому сейчас с вами это сделаем. Ну что, ребят, вот все открыл. Есть у нас белое, есть у нас такого цвета, и есть у нас такого вот синенького цвета. Не знаю, как на камере это все видно в темноте. Думаю, будет прикольно смотреться. Сейчас клацну свет и просто посмотрим, как это будет выглядеть в темноте. Вот такие вот серьги. Не знаю, как на ушах они будут смотреться. В общем, смотрите сами. Вот практически в полной темноте. Вот они вот так вот выглядят. Ну вот такие вот прикольные штучки. Светят неплохо. Оляньте, от них еще такая вот интересная развязочка. Такое вот отражение такое происходит. Думаю, будет выглядеть неплохо на какой-то вечеринке. Или просто где-то выделиться. Или подарить ребенку, или еще кому-то. Ну вот продолжаем с вами дальше. Сейчас тушим их все. Ну что ж, продолжаем с вами дальше смотреть, что у нас здесь находится. Так, раз. И должна еще быть такая же вторая. Так. Вот еще выпало. Сразу достану. Тут переходнички были. С китайских вилочек. Тоже самая дешевая цена была. В общем, заказывал. Там вообще копейки стоило. Такие вот переходнички. Всегда будут полезные. Ссылочки тоже на все эти товары будут в описании. Переходите, смотрите. И два вот таких вот разведителя. USB. Тоже вещь полезная. У меня есть такой, правда, USB 3.0. Я пользуюсь. Но здесь они идут с лампочками, с подсветками. Сейчас мы с вами тоже быстро законнектим. Глянем, как они выглядят. Какие здесь лампочки. У меня вот такой вот черный. Только USB 3.0. И с дополнительным питанием. Хотя здесь тоже есть вроде бы дополнительное питание. Сейчас достану свою розеточку. И мы с вами клацаем, глянем. Вот моя родная. Которую я покупал тоже на сайте. Она как бы идет с USB 3.0. С питанием. То есть, ну, если у вас поддерживает ваше устройство USB 3.0. То, в принципе, можно покупать такую. Поищу ссылочку. И положу ссылочку на это. Давайте подсоединим вот эти. Которые к нам пришли. Ну, в принципе, все. В принципе, они работают. Думаю, тут вопросов никаких нет. Синяя подсветка тоже такая. Можно вообще вот так вот еще сделать. А здесь. Оп. Включить надо. Оп. Сейчас, сейчас сделаем. Вот. Тоже, в принципе, все работает. Все горит. Прикольные такие штучки. Очень удобно с кнопочками. Классные штуки. Стоили тоже там в районе 2 долларов. Ну, или 3. В общем, ссылочки все будут в описании. Переходите, смотрите. Вот такие 2 USB розеточки. Разветвителя USB. Называют, как вы их можете еще там. Называется порция USB. High Speed Hub. Hub. В общем, еще вот так их называют. Есть питание, но в комплекте питания нет. Вот такие вот пластиковые. Довольно добротно выполнены. Тоже, в общем, прикольно. Все, все пришло. Дошло все рабочим. Так. И что у нас еще здесь в пакетике есть? В пакетике у нас есть здесь какое-то письмо. Письмо, ребята. Я даже не знаю, что это за письмо. Заклеено. Вот так вот. Сейчас заценим, что нам китаец тут прислал. Прислал. Я даже не знаю, ребята, что это. Страшно смотреть. Никакого описания нет. По-моему, это были семена. По-моему, это были семена помидоров. Ссылочку, конечно, найду. По-моему, это должны быть семена на 200 разных сортов и видов помидоров. Есть внутри какая-то у нас записка. Сейчас попробуем растрясти и посмотреть, что там у нас находится. Да, это семена написано. Семена помидоров, ребята. Я вспомнил. Микс томата. Да, он написан там. Микс томата. В общем, в таком конвертике прикольном пришли. Бизнес реплейкард. Это у нас семена. Там 200 штук якобы разных видов томатов. Но можно будет посадить, попробовать вырастить. У меня есть где это сделать. Поэтому будем пробовать летом с вами сажать помидоры. Помидоры из Китая. Будет еще интересная посылка с различными вариантами томатов, синей клубникой и всего прочего. Там черная морковка. Поэтому подписывайтесь на канал. Все будет, все придет. Будем с вами открывать, смотреть. Будет интересно. Так, ребята. Еще вот такая вот у нас штучка. Есть здесь две. Это у нас удобные, очень классные штуки. Держатели для пакетов. Очень комфортно использовать их. Если вы пошли в магазин и вам давят или режут пакет руки, то вы можете просто найти крючочки, повесить пакеты и вот это вот в руки брать вот так, нести. А сами пакеты будут висеть у вас на вот этих крючочках. И не резать, не врезаться вам в руки. Пластик крепкий. Очень такой крепкий. Растягивается вот со всей силы. Тяну не ломается. Ну, думаю, выдержит не знаю сколько килограмм. Но пакеты стандартные выдержит. Два штучки взял. Пригодится. Кинули с собой там в карман. Закинули сюда пакет после магазина. И, в принципе, погнали уже. И руки вам не врезаются. Поэтому, думаю, штуки удобные. Тоже копейки стоило. Ссылки все в описании, ребята. Переходите, заказывайте, смотрите. Задавайте вопросы, если что-то непонятно или интересно. Все будем разбираться, смотреть. И что у нас последнее здесь? Так, ребята. Все, пакет пустой. Больше ничего от вас не скрываю. Две такие жабки у нас здесь. Это жабки у нас для того, чтобы комфортно было выдавливать последние остатки с вашего тюбика зубной пасты. Сейчас пойду найду тюбик зубной пасты и вернусь к вам. Появилась неожиданно с нами тут зубная паста. Это никакая не реклама. Просто, ребят, что дома нашел, то и показываю вам. В общем, вот это вот жабка или что это, свинюшка и жабка у нас здесь. Одна свинюшка, другая жабка тоже стоят копейки. Использовать очень просто. Просто берем сюда вот так вставляем в это и продеваем, ведем. И то есть смотрим, что у нас получается вся паста просто будет выдавливаться туда. Здесь вот у нас пусто, плоско получается вот так вот. И вся остальная паста у нас собирается вот здесь. Видите, очень прикольная штука. Реально полезно. Это постоянно вот так вот мы с вами мнем. А тут вот такая вот симпатичная штучка. Одели и поставили в вашу подставочку для зубных паст. Или куда вы там ставите. В общем, или положили просто и забыли. И по окончанию пасты просто одеваете на другую и все. Вот такие вот прикольные у нас сегодня были посылочки. Ребята, все пришло, доехало. Продавец, конечно, молодец, то что вернул деньги. Сейчас подумаю, все-таки может верну ему полную стоимость за это все. Так как бы не хочется огорчать. Все-таки получил, но с задержкой заказа так вышло. Не знаю, подумаю, ребята. Вернуть деньги можно. Это просто для этого нужно заказать товар повторно и сразу подтвердить заказ. В общем, вот такие вот у нас были посылки прикольные сегодня из Китая. Слоники, жабки, свиньи. В общем, целый такой набор. И еще полезные такие вот USB гаджеты. Светящиеся серьги. То есть, ну, ребята, посылочка довольно-таки была интересная, на мой взгляд. Даже семена я заказал. 200 штук томаты из Китая. В общем, ребята, подписывайтесь на канал. Задавайте свои вопросы в комментариях, кому вдруг что непонятно или интересно. На все постараюсь вам ответить. Подписывайтесь обязательно. Ставьте большие пальцы вверх. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья. А на этом с вами прощаюсь. С вами был Игорь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok